здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет немножечко новый формат дело в том что многие из вас написали мне что вышла новая программа на российском телевидении и мне очень рекомендовали ее посмотреть вот я сейчас предлагаю вам вместе со мной это сделать и по ходу делать определенные выводы почему вообще вот эти программы заходят и вообще что они несут и почему ну и сделаем в конце уже тогда выводы чтоб я не затягивала начала давайте включаю первый фрагмент по итогам двадцатого века географическое положение потенциал соединенных штатов позволили им извлечь максимальную выгоду из первой и второй мировых войн искалеченные европой советский союз потерявший миллионы своих граждан и огромные экономические ресурсы вынуждены были тратить массу сил на восстановление своих стран америка же извлекла из этих двух самых страшных на планете воин самую большую прибыль в своей истории и вы знаете за первые 26 секунд начало программы у меня сложилось впечатление что самый главный монстр на планете это соединенные штаты америки которые наживаются на крови моих соотечественников да ну россия украина то есть они нажились очень сильно и вообще они такие монстры и поэтому конечно вот такие картинки которые ну вот я встречаю в интернете я встречу я после просмотра такой программы конечно же встречаю с поддержкой да с моей стороны возникает поддержка потому что ну как как такое возможно но мы с вами люди думающие и просто так слова не принимаем на веру и все проверяем вообще конечно я вам очень рекомендую жить по правилу доверяй но проверять особенно если это касается телевизионных программ так вот давайте разберемся сколько же эти монстры нажились на на крови наших дедов до на крови наших ну и бабушек тоже ну то есть вот это же столько всего до произошло это же великая отечественная война получается а кому война кому мать родная что ли и поэтому я обратилась к нашему экономическому эксперту у меня на канале теперь есть такой человек зовут наталья спасибо огромное наталья что вы подсказываете помогаете мне разбираться в цифрах потому что я как человек творческий я немножечко в этом плавают и у меня было подозрение что что-то здесь не так но наталья мне разложила все по полочкам давайте посмотрим что же вот что же на самом деле происходило во время великой отечественной войны как эти непонятные ами как эти гады до нажились на нашем горе и вот эта программа по которой они наживались на нас называется ленд-лиз это все есть в открытых источниках те кто сомневаются могут это все перепроверить все цифры но вот наталья в общих чертах нам описала как это происходило и так сша поставили по ленд-лизу грузов на 11 и 3 миллиарда долларов до а дальше в общей сложности россия выплатила вот за все время истории 7 процентов от этой суммы окончательно в 2006 году значит хотя изначально сша хотели запросить 23 процента но в результате длительных переговоров первые из которых состоялись сорок восьмом году потом к ним возвращались семидесятые годы и после развала ссср по условиям оплачивалась только оборудование оставшиеся в ссср после войны все долги на себя взяла россия но и здесь конечно же возникнет вопрос а почему это россия все взяла да где же украина прибалтика там но все 15 союзных республик должны были взять на себя это все ответственность и выплатить каждый там поскольку то но дело в том что россия взяла на себя но другие страны бывшего ссср отказались за за это от своих долей в других активах например золотовалютные резервы собственность за рубежом собственность вооруженных сил то есть все отказались но в том там по ядерному оружию другая была история да ну то есть все союзные республики отказались от всех прав и соответственно и от обязанностей и правоприемником была россия которая выплатила в итоге 7 процентов от этой суммы 7 процентов то есть странный какой-то бизнес да и ну в принципе я не знаю может кто-то еще среди вас есть экономист который может быть что-то мне объяснит другое но вот в открытых источниках именно эта информация то есть странный бизнес для американцев которые думают только о деньгах да у них вообще никаких моральных принципов ну про принципы мы еще дальше посмотрим да ну то есть получается и что получила ссср по этому ленд-лизу да вот говорят что это очень малая какая-то часть и так далее вообще это все пришло не вовремя то есть только мы победили никто нам не помогал а то что там американцы помогали это все мелочь так вот по ленд-лизу поставили одну треть взрывчатки то есть третья часть взрывчатки которая была использована нашей страной во время великой отечественной войны было из америки имейте в виду дальше авиабензин тоже треть автомобильных шин тоже 3 железнодорожных рельс сахара значит это треть почти половина меди алюминия олова кобальта животных жиров 83 процента мясных консервов то есть большая часть вот без них в общем-то и консервов бы не было и ну я я не знаю конечно может быть нашли бы чем питаться но тем не менее да и это все без оплаты заплатили только за оборудование которое использовалось после войны с учетом его износа и спустя десятки лет поставки по ленд-лизу начались ноябре 41 года поэтому экономически сша начала принимать участие во второй мировой войны намного раньше чем открыли второй фронт и знаете вот почему вот эта информация сразу так заходит вот мы с вами копнули глубже да и разобрались что оказывается нам сейчас соврали по телевизору нам соврали да вот в этой программе с первых же секунд там даже 30 секунд не прошло а нам собрали до что получается америка на нас наживалась да на самом деле мы видим по цифрам что ничего подобного вовсе они не нажимались так вот здесь включается первая ловушка ловушка интуиции но она у меня пронумерована пронумерована под номером 7 потому что я на своих занятиях просто вот там делаю 10 ловушек интуиции основные да и вот одна из них это 7 как она звучит человек быстрее соглашается с информацией которая ближе к его мнению хоть частично понимаете ведь зачем делать нормальные дороги зачем убирать в подъезде зачем вообще заниматься благоустройством заниматься своей жизнью ведь во всем можно обвинить америку ведь это же нам так близко понимаете и поэтому вот эта версия так хорошо заходит зачем ее проверять да ведь для того чтобы проверять надо залезть в этот в эту статью википедии включить мозги для того чтобы это понять нужно приложить какие-то усилия но здесь же этого не надо делать достаточно намного интересней поставить на свою какую-то раздолбанную машину вот эту ракету на вашингтон и ездить устрашать людей поэтому конечно же забавно это все но вот так вот это первое значит у нас получается ну можно сказать она последняя и еще сейчас у меня нумерация начнется опять с первого потому что вот этот фрагмент я поставила перед но это неважно давайте посмотрим дальше как в этой программе развиваются события и как интересно вот это все подстроено да вот в телевидении очень интересные такие моменты я вам хочу их показать потому что я знакома с этим я была экспертом на таких программах я прекрасно знаю всю эту кухню поэтому давайте смотреть следующий фрагмент мы хотели бы подробно рассмотреть фигурантов этого кукольного театра кем они являются и как попали в эту зависимость и смотрите какие прекрасные слова она говорит до зависимость вот в эту зависимость и здесь проходит такой видеоряд где зеленский трет нос да и сразу нам подсказывают куда нам надо думать понимаете и тут все вообще вот понятно да но она не сказала она же не сказал вот эта манипуляция понимаете нас направляют движение нашей мысли прекрасно направляют это еще одна уловка телевидения которая используется ну вот на кстати это я не скажу что это прям вот про просто сейчас вот у меня программа российского телевидения скорее всего в других странах то же самое я не говорю что только россия такая плохая я просто говорю о том как это используется так как вот эти манипуляции используются в жизни да и почему не надо смотреть телевизор надо делать свои выводы но или смотришь и проверяй обязательно следующая уловка которую мы сейчас посмотрим тоже давайте смотреть но это вот я по ходу буквально тут еще минуты не прошло этой программы тут уже столько манипуляций понимаете но в этом видео есть некоторые разночтения на самом деле смотрите как она такие вот ужинки делает как бы придерживая информацию на самом деле у неё информации нету она просто нагнетает обещает сенсацию вот это еще одна уловка такая артистичная артистическая это человек уже умеющий как вести программу довести вести какой-то выступать на публике он использует такие приемы для того чтобы люди интереснее смотрели приятность сделал байдену оператор который пока занимался построением кадра случайно в этот кадр попала и знаете еще вот для чего вот это вот задумчивость для чего вот это вот паузы такие для того чтобы мы с вами внимательно смотрели и увидели даже то чего нет вот 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 это вот все это звенья одной цепи и дальше мы переходим к моменту фантазий постановочная ну и знаете вот это вот конечно смотрите как она нахмурила брови презрение отвращения и сейчас она обратиться к экспертом усиливает эмоциональную вовлеченность до диалог а я перекрыла ее я прошу прощения на посмотрите на ее лицо это просто знаете вот такая прям драма разворачивается перед нами и это заставляет нас с вами тоже включать эти эмоции понимаете мы на нее смотрим и мы как и но мы все обладаем эмпатией да и мы включаем те же самые эмоции и поэтому это заходит давайте смотреть на видите как я что-то звук не очень убрала версия той же самой студии которая на самом деле вовсе не было больничной койкой вот если вы посмотрите внимательно на видео то на заднем плане можно увидеть людей вот пожалуйста пожалуйста людей которые пришли поглазеть на это это постановочная съемка то есть можно увидеть то чего нет здесь у нас видно видеокамеру и здесь видно что присутствующие там люди ну и здесь я должна немножко остановить и сказать что каждая съемка она постановочная даже если вы снимаете на телефон кто хоть раз снимал видео на телефон конечно же вы ищете подходящий ракурс конечно же вы но я не знаю там участников вы предупреждаете или нет но это всегда постановочно всегда вот всегда вот поставить телефон это и есть постановка понимаете а если речь идет о съемках такого серьезного масштаба то естественно когда приехали камеры то все зеваки собрались и стали смотреть потому что ну вот я я например тоже меня часто снимали в разных местах не всегда это было в студии бывали какие-то репортажи когда приезжали и мы просто на улице снимались и когда я говорила я видела что многие люди останавливаются и внимательно наблюдают за тем что происходит потом подходят там к съемочной группе спрашивает а что это где посмотреть то есть это все нормальный процесс это все и прекрасно она понимает что это съемки и ну как бы съемки и то есть съемки не обязательно это должно быть в студии то есть она сама высасывает из пальца какую-то информацию и преподносит нам как будто бы это вот истина в последней инстанции и вот это ну и слова таки постановочная съемка а человек который в этом не разбирается да он думает да действительно постановочная съемка но но грань вот этой постановочности она же надо это понимать что если вообще встала камера видеокамера на улице вот кто встречал на улице видеокамеру всем становится интересно но за исключением тех людей которые спешат по своим каким-то делам но если вы гуляете и вы видите камеру вам же интересно посмотреть вы даже возьмете истории снимите ну и это нормально это это событие это это инфоповод поэтому те люди которые пришли посмотреть это это нормальное явление абсолютно нормально но смотрите как на этом явлении развиваются события ну то есть это явление высасывается из пальца и на этом строится вообще такая гипотеза пришли в качестве массовки ну вряд ли в больнице вы увидите вот подобные вещи меня вопрос вам уважаемые эксперты вот человек который может так поступить но в прямом смысле сделать театр на крови во первых зачем ребят вообще а как поступить то есть он получается что присягу решил принять рядом со своей семьей до рядом со своими детьми оказывается это был театр на крови странный театр какой-то ну и назвала людей массовкой а где доказательства а где чеки массовки платят деньги обычно ну тогда будьте последовательными докажите это но нет же на телевидении тут как раз важна картинка тут не надо доказательств мы не в суде понимаете и вот этого всего мы естественно не дождемся но в глазах обывателя складывается действительно такая картинка а этот монстр набрал массовку а этот монстр там вообще не известно это кстати состава преступления не увидела но поняла что он гад вот понимаете вот из всего что она сказала вот я поняла что он монстр вообще какой-то я даже не поняла сути по какой по какой причине он гад ну я подумала да ну если ведущая так говорит то конечно же надо ей верить то есть вообще какие-то абсолютно безосновательные фантазии которые она озвучивает а и смотрите а еще один момент который я не упомянула это переключение фокуса она не обсуждает свою версию в конце помните прозвучало она обратилась к экспертам выдвинулась свою версию но не стала ее вообще обсуждать а задала вопрос следующий зачем то есть она уже вот эту версию поставила в ранг не версии а уже установленного факта вот это вот тоже такая штука переключение фокуса это в курсе по манипуляциям у меня под видео можете найти там вот прям четко разные способы переключения фокуса и вот это один из способов то есть продолжить диалог вернее продолжить свой монолог уже вопросом да как бы это уже доказано это уже известный факт да хотя он вообще никак не только что придумала только что сфантазировала да но это уже аксиома это даже не теорема да а дальше давайте рассуждать почему это произошло понимаете значит выдвигает как факт своей фантазии вот это еще одна уловка и часто кстати в жизни мы вот это часто встречаем когда вот на вот особенно там когда вот тирады там какие-то они выдвигают какие-то обвинения против нас и не дают вообще возможности даже обсуждать эти тирады потому что уже как это как данность дается но вот это вот это умение до которым безусловно прекрасно владеет ведущая и ну что честь и хвала хороших ведущих находят на телевидении а туда на плохих и не берут дает и туда берут действительно тех которые умеют хорошо читать заготовленный текст и делать правильные эмоции а до усиливать этот текст значит дальше смотрите что дальше происходит следующие следующая манипуляция которую делают а для чего тогда постановка на этой американцев спасибо то есть сама назвала это постановкой сама это ну вот все версии придумала так как мы уже знаю вы знаете мы сейчас видим жесткого политика когда уже он тогда хотел и думать быть президентом любой сенатор приходя к власти думает я хочу быть президентом а здесь включается еще одна манипуляция состав экспертов обязательно включают человека с узнаваемым лицом а лучше если это будет специалист какой-то сфере именно поэтому так много специалистов вот типа меня появилась на телевидении и вот типа вот устюжанина и так далее потому что это подтверждает ту версию которую сейчас нам с вами придумывают но не придумали они конечно раньше они сейчас просто это озвучивают но вот эту версию которую они сами себе где-то там на коленочке написали а вот человек с узнаваемым лицом сразу обладает такой знаете харизмой эффект ореола это вот еще одна ловушка интуиции знаете здесь очень хорошо подходит пословица если бы понты светились над москвой были бы белые ночи вот это просто блестяще отражает вообще весь шоу-бизнес и и все что сейчас происходит вот достаточно просто своим лицом там засветиться и ну я сама этим пользовалась вот честно скажу я сама это прекрасно понимала изначально я понимала для чего я иду на телевизор ну вот когда меня там приглашали как эксперта то первое время я с большим с огромным удовольствием это делала потому что в принципе вот это вот вещи как ну как чтобы лицо твои узнавали в это вкладываются еще много денег но мне повезло потому что моя экспертность она довольно уникально и поэтому она мало было конкуренции и меня часто звали да и поэтому но как то вот получилось так что ну я за это ничего не платила мне еще платили да но вот я встречала там на съемках часто людей которые за эти съемки платили очень большие деньги я не буду называть суммы но это все ну вот эксперты ну такие вот которых много да там психолог например там еще но то есть те кого много те сами платили деньги чтобы стать узнаваемым лицом поэтому эффект ореола в дальнейшем работает на тебя то есть вот здесь эффект ореола использовали в этой программе да там среди этих лиц ну не все такие знакомые а устюжанина вроде как знают видели в этой передаче как там забыла как эта передача называется ну вот он зарекомендовал даже не зарекомендовал это все по сценарию это все понятно он просто ну вот наработал свое лицо да и с этим лицом сейчас он спокойно может запустить какие-то курсы например или начать вести свою ну там канал на ю тубе то есть на него будут смотреть у него есть уже определенное количество людей которые знают его лицо и которые доверяют его мнению и здесь вот на на этого эксперта дальше вот вот этот эффект ореола распространяется да и дальше значит ну еще знаете вот здесь вот включается такой эффект многие думают что на телевидении но если его показывают по телевизору то он прям просто супер эксперт там и супер-пупер да но на самом деле это далеко не так и ну вот я как человек знающий эту кухню изнутри это просто делается да безусловно где-то вас должны найти редактора да вот как экспертов но дальше это идет уже по накатанной если ваше лицо подошло по картинке да то вас уже приглашают автоматом на все программы то есть достаточно просто либо найти знакомого редактора который приглашает а редактором каждый день нужно выпускать программу и они ищут экспертов да и неважно вообще он не смотрит никаких документов он не смотрит никаких отзывов ничего он он просто смотрит по картинке чтобы подходила и и чтобы он эксперт говорил то что нужно по программе то есть и все и все и там нет такого прям а людям особенно старшего поколения когда смотрят телевидение телевизор до для них это ну это когда я это застала в советском союзе телевизор был есть единственным источником информации то есть что сказали по телевизору значит это закон если человек туда попал значит он прошел все круги ада он специалист высшего разряда нет это совсем не так но здесь вот конечно же эффект ореола он ну опять таки вот вот это вот ощущение что если он на телевидении то он прекрасный эксперт ничего подобного но и дальше смотрите эксперт конечно стрелянный воробей и прекрасно знает что ему говорить для того чтобы ему поверили и здесь у него идут прям шикарные манипуляции я считаю давайте смотреть второй момент дело все в том что я общался с американцами ну вот просто он общался с американцами со следственным орган со следственных органов до которые вообще у меня вопрос с кем именно из американцев он общался он этого сейчас уточнять нам не будет он просто общался с американцами и у нас складывается естественно впечатление что он действительно общался с теми кто расследовал это то что отношений байдена и мне было сказано так предполагают очень многие что товаре было подстроено и смотрите как он сам прокалывается то есть качает головой нет и удивляется сам тому что говорит он сам не умеет врать ребят но здесь операторы молодцы да поняли что лучше переключить картинку и картинка еще не хочу и картинка переключается фоном идет его разговор до эксперта больше не показывают потому что врать он не умеет длинный ненужный видео ряд какой-то вот стройно и байден ее полностью отыграл и отыграл и опять пошли опять фантазии абсолютно без каких-то доказательств то есть он общался с американцами кстати у меня подруга американка а я с ней пообщаюсь и много интересных вещей вам потом расскажу сославшись на то что я пообщалась с американкой да так что ну я придумаю что вам сказать да ну вот примерно то же самое почему это просто бред какой-то и вот этот бред вот с центрального телевидения я не знаю на каком к на 1 канал господи ну вот то что смотрит основная масса жителей россии и после этого мы удивляемся почему у людей засраны мозги вот почему ребят эксперт сидит на с умным лицом но правда лицо не умеет брать и лицо спрятали за картинкой да это даже монтаж потом происходил видимо он там прокалывался еще больше да но тем не менее да мы видим что это просто оттас хорошо далее достался лимон сделать из него лимонад да здесь интересная манипуляция автозамена я вам про нее потом расскажу а и знаете как а нет наверное сейчас лучше рассказать смотрите говорим как можно больше правды вообще вот если вы хотите соврать то постарайтесь вранье обернуть как можно большим количеством правды для чего это делается для того чтобы общая картина оказалась правдивой а то что некоторые элементы этой правды окажутся ну не совсем вписывающимися наш мозг их обязательно туда впишет и получится единое целое то есть вот это ну как можно каких-то очевидных вещей больше давать да как можно больше правды давать до где-нибудь там ну вот свое мнение высказать правдивая да вот это очень хорошо работает ну я вам там дальше картинки покажу здесь автозамена и еще одна манипуляция я вам сразу две манипуляции вот после этого фрагмента покажу они они действительно очень интересны так и получилось он полностью отыграл ту драму которая произошла и еще я даже записал значит я может быть не буду хорошим отцом или хорошим сенатором смотрите вот он еще раз подтвердил свою экспертность здесь я с ним согласна в том что действительно здесь во фразе есть манипуляция кто не сомневается после этого что он хороший отец никто он с детьми он переживает и он подвел слово хороший к фразе сенатор он нам знаете дал некую зазомбировал нас что он будет обязательно хорошим сенатором не совсем зазомбировал но допустим если он хочет так называть это это манипуляция это просто манипуляция когда вот таким образом мы внушаем какие-то вещи да и здесь действительно это было я подтверждаю но для чего это все делалось в данном случае экспертом для того чтобы то те фантазии которые он озвучил которые там по сценарию этой программы да он обернул каким-то количеством правды он такой правдорубец до который вот эксперт честный умный до справедливый режет правду матка у нас складывается такое впечатление да когда мы слушаем вот эти разоблачения но и в общем то это прекрасно работает но давайте я вам расскажу про две манипуляции которые здесь были использованы ну первое это что видишь то и есть но вы можете рассмотреть эту картинку и ну на первый взгляд кажется что ой как какая похабная картинка но потом когда рассматриваешь понимаешь что ничего похабного вроде бы до намек намек но это цепляет это цепляет значит как это работает когда мы собираем пазлы много элементов да и вот какие пока мы собирали какие-то потерялись но когда мы отходим мы не видим потерянных вот этих элементов мы наш мозг нам позволяет видеть всю картинку целиком так устроен мозг для того чтобы нас не нервировать дело в том что наш мозг вообще в принципе он служит одной цели мы должны наше тело должно как можно дольше прослужить то есть чем дольше служит наше тело тем больше мозг в нем живет да не соответственно он оберегает нас от каких-то ненужных стрессов и вот этот стресс он считает ненужным и вот когда мы видим какие-то вот много много того что мы воспринимаем позитивно то чуть-чуть еще туда добавить каких-то еще элементов это нас даже увлекает нам это даже интересно да и еще один момент автозамена ну здесь уже вот если в предыдущем случае это было вот относительно картинки то здесь вот причинно-следственные связи здесь очень хорошо иллюстрирует анекдот сидит девушка в ресторане к ней подходит мужчина говорит рыбонька к вам можно она на это отвечает рыбонька значит рыба рыба значит щука щука значит кусаюсь кусаюсь значит собака собака значит сука сука значит бы товарищи он меня бы обозвал вот примерно так это работает да и поэтому конечно же эксперт нам сейчас вот наверно больше это относится к первому варианту да то есть вот набросал перед нами картинку состоящую из неправды но много там какие-то элементы правда и мы подумали ну во-первых эксперт такой с узнаваемым лицом во вторых на телевидении в третьих он же сказал много правдивых вещей да и мы все прекрасно понимаем что это манипуляция да и поэтому мы ему верим даже тем фантазиям которые он дальше озвучивает то есть вот это вот так работает дальше следующий фрагмент ну там вообще просто трэш какой-то какие-то странные слишком здоровые дети оказались в больнице теле это дети вообще непонятно ну вот вы правильно говорите что человек да вот он так расставляет приоритеты вон он пытается показаться может быть действительно эта трагедия была подстроена но но вот объясните мне как человек вообще может так низко опуститься чтобы на вот этом из этих в школу ходила я даже вот придешь опоздаешь на урок да и никогда ты можешь соврать что в колодец упал но что мама заболела никогда ну то есть из этого фрагмента мы понимаем нам еще раз повторили какой байден все таки мерзавец да и вот смотришь и понимаешь даже не думаешь о том что логика не логика какие-то странные дети хотят чем дети не понравились ну то есть вот все 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 вызывает в ней какой-то какое-то сомнение и подтверждение в очередной раз что он мерзавец понимаете и здесь но вот то что она так часто обращается к тому что он плохой человек что он там театр на крови там там не знаю много много всего не хочу это все вспоминать вот это все знаете еще один механизм это ловушки интуиции опять таки это иллюзия истины а то что используют рекламщики вы наверняка приходя в магазин и видя какой-то определенный товар вспоминаете фразы из рекламы не потому что это действительно не хотя часто бывает так что и товар хороший да в плохой товар не будут вкладывать рекламу рекламные деньги да но приходя там вы начинаете вспоминать слова рекламы и выбираете именно этот товар вот кстати в комментариях напишите мне те фразы из реклам которые вам вот у вас на слуху этих фраз много и почему мы их запоминаем да потому что и мы их часто слышим чем чаще мы что-то слышим даже самое неправдоподобное мы со временем начинаем в это верить и поэтому я всем родителям очень рекомендую детям говорить только позитивные установки потому что чем ну вот что он слышит тем он и становится и вообще и мы взрослые тоже чем больше мы чего-то слышим тем больше мы в это верим поэтому вот так это работает и в данном случае конечно же она повторяет для того чтобы мы просто это много раз услышав приняли такое решение а ведь действительно она права действительно он монстр действительно он плохой человек да и вот это еще одна ловушка которую она сейчас использовала и она начала использовать еще одну манипуляцию которую я вам сейчас тоже расскажу и и это все вот почему я все это рассказываю потому что это часто используется в нашей жизни не только на телевидении просто на телевидении это выжимка до выжимка всего что используется а нам это надо изучать чтобы не становиться жертвами как сейчас ну получается сейчас вся страна стала жертвами ведь вот вот это все вся эта зомбированность она благодаря вот таким программам ну ладно это уже мое личное суждение давайте дальше вот шикарная я считаю манипуляция которая уже просто на уровень ну вот работает не даже не на нашу логику это даже не манипуляция это очень глубокое воздействие то что сейчас она делает давайте смотреть в нашей школе по-другому это воспринимаю сами были в америке вы знаете что это такое у них другие мерки человечности некие знаете материализм это когда цель оправдать средства все моральные нормы они ниже они специфичны они рассуждают по-другому они к этому относятся по-другому тем более люди в политике но и здесь включилась такая манипуляция как они другие для чего это делается для чего педалируется эта установка что они другие что у них другие ладно не буду сейчас рассуждать для чего это делается да а для того чтобы в нас с вами включить патриотизм и альтруизм это такие вещи которые используют вот например пчелы муравьи ну например пчелы жертвуют свою жизнь при укусе чтобы не впустить врага в улей муравьи камикадзе взрывают брюшко разбрасывают клей для чего они это делают что им жить не хочется что ли нет ничего подобного дело в том что все эти особи они члены одной семьи у них одна мама что у муравьев что у ос у пчел да у них одна мама и ее оберегают там есть специальные к ну команды которые там что-то ну каждый из членов этой семьи занимается каким-то определенным делом есть но вот члены которые оберегают маму до оберегают потому что не будет мамы не будет семьи соответственно здесь развивается у всех членов этой группы до семьи такое понятие как альтруизм все я готов пожертвовать своей жизнью для того чтобы спасти свою маму и во многих из и у нас тоже есть такое чувство дамы ведь за свою маму тоже много чего можем сделать мы же любим свою маму да и мы тоже родители мы любим своих детей то есть вот эти родственные связи они самые близкие и они вызывают альтруизм ведь любой матери спросите вот она жизнь отдаст за свою за своего ребенка и любая мать она рожая рожда рожая ребенка она отдает часть своего здоровья да и это это нормально в нас это заложено для чего нам говорят что они чужие ну например наблюдали за командой этих шимпанзе которые просто там жили паслись там жили какими-то своими устоями ссорились мирились там между собой выясняли отношения но как только к ним подселяли какую-то другую семью шимпанзе они сплочались вокруг какого-то вождя своего да и уже враждебно смотрели на них почему это происходило да потому что от них опасность потому что они другие они чужие они пришли на нашу территорию до или даже ну там не знаю даже этой территории не надо было им они там на своих каких-то местах жили нормально не тужили вот эта территория даже была не ничейная да но как только там появился другой другая семья появилась все значит это появился враг значит что соответственно получается что как только они увидели врага они объединились и стали спасать свою семью и здесь лучший способ объединить общество это внешняя угроза то есть внешнюю угрозу в виде америке нам создали дальше ну ладно угроза угрозой но они не нападают да они живут себе спокойно ну то есть со временем это все рассосалось бы да и в общем то эти связи бы задружились но вожаку стаи вдруг захотелось вот это этот ничейный участок который заняла другая семья захотелось ему забрать себе ну там допустим семья разрослась и стало тесно что он делает ну просто сказать своим сородичам но нам стало тесно пойдемте повоюем заберем у них обратно эту территорию она в общем то была ничья хочу это они здесь расположились и чувствуют себя как дома ну тут мало кто захочет поддержать да скажет но у меня в принципе есть где жить я нормально живу скажут и его собратья и пошлют его куда подальше а как сделать так чтобы они захотели это сделать сказать они другие они опасны братья и сестры родина мать в опасности ее надо защищать скажет вождь да вообще мы в опасности завтра у них там они там культивируют этих опасных уток они создают ядерное оружие узнаете да ну и они они там делают они едят младенцев на ужин да ну и соответственно возникает в нас чувство отвращения к этому а чувство отвращения это довольно опасная вещь дело в том что она формируется сейчас так 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 значит сейчас вам скажу но дело в том что надо противника обе а бесчеловечить чтобы к нему возникло чувство отвращения да и значит что в этом случае включается арби фронтальная кора сейчас вам покажу вот вот она вот это вот небольшой участок мозга у нас включается но этот участок мозга имеет прямую связь с рептильным мозгом вот от него идут вот все установки которые мы почувствовали это знаете вот эта часть головного мозга она вот когда по запаху мы определяем что-то какую-то опасность до или что-то вообще мы по запаху на самом деле ориентируемся в пространстве да здесь нам нравится здесь не нравится вот эти интуитивные посылы да и вот это вот если включается она сразу дает сигналы нашему самому глубокому рептильному мозгу который отвлечь отвечает за инстинкты выживания и вот здесь уже никакой неокортекс который там за все прекрасное за и за все что мы за время развития человечества получили до приобрели все это выключается понимаете включается рептильный мозг их надо убить и вот так вот происходит к сожалению вот это вот так работает то есть смотрите страх ну в данном случае америка да она это надо это которая нас хочет поработить они богатые они там спонсируют да они на нас наживаются ну то есть вот это вот все отвращение они не люди поддерживают президента наркомана да и так далее качают права и прочие фейки нам тут подсовывают на самом деле конечно же все это не так все это хорошо спланированная акция которая используется на телевидении для того чтобы нас с вами программировать но я на этом буду завершать свой обзор этой программы дальше там еще было что и есть у меня там наброски там еще много манипуляций если вам это интересно продолжать пожалуйста поддержите это видео поставьте лайк поделитесь с кем-то из взрослого поколения кто верит телевизору включайте уже мозг включайте вот я прошу вас думайте критично оценивайте то что вы слышите вот то и что мы сейчас буквально несколько минут анализировали эту программу я не услышала ничего достойного вообще ну какого-то логического осмысления все сплошные манипуляции передергивание и так далее но кстати напишите свои комментарии вообще в принципе вот по поводу вот этого формата если вам это интересно то ну с вашей стороны поддержка с моей стороны я и дальше буду это делать потому что ну вот там много и на набросайте мне какие передачи мне лучше пересмотреть и сделать вот такой обзор может быть эта программа не совсем она только вышла да может ее еще не все знают но вот по другим программам набросайте мне самые интересные какие имеет смысл разобрать я посмотрю так уж и быть хотя конечно зрелище не из приятных да но тем не менее в целях обучения что называется предупрежден значит вооружен вот я здесь все-таки основная цель моего канала в том чтобы мы смотрели более трезво на мир на манипуляции на язык тела для того чтобы мы были всегда на шаг впереди и понимали вообще что происходит с нами чтоб мы не были послушными марионетками как вот здесь вот на этой в этой программе вот действительно зрители этой программы это это и есть марионетки вот они прямо четко обозначили для кого они вещают да я с вами на этом прощаюсь жду от вас обратной связи мне очень интересно стоит ли мне это продолжать в общем все на ваше усмотрение спасибо за внимание пока пока